Здравствуйте! Сегодня я отвечу на вопрос моего зрителя, которого зовут Андрей. Под одним из моих последних видео, посвященных медицине, он спросил, какова взаимосвязь между переохлаждением и угнетением иммунитета. Для того, чтобы разобраться, давайте посмотрим, что же происходит с нашим телом под воздействием низких температур. Для того, чтобы избежать избыточной отдачи тепла, наше тело предпринимает очень хитрое действие. Оно сжимает все находящиеся на поверхности сосуды, для того, чтобы теплая кровь оттекла вглубь тела и кровоснабжала самые жизненно важные органы. Это сердце, мозг, легкие, кишечник, органы желудочно-кишечного тракта, остальные. И этот механизм помогает уберечь жизненно необходимое тепло в ядре тела. При этом вся поверхность тела становится холодной, из-за того, что туда поступает мало крови. Но вместе с тем туда и поступает мало питательных веществ, о которых пойдет речь дальше. Теперь давайте посмотрим, что же происходит на слизистых. Ведь именно органы верхних дыхательных путей в первую очередь воспаляются, когда мы простужаемся. В результате мы получаем разные ангины, фаренгиты, синуситы и тому подобные прелести. Почему же это происходит? Дело в том, что слизистые, как и кожа, в момент переохлаждения становятся обескровленными. И туда поступает мало питательных веществ. Мало клеток иммунной системы, мало гуморальных факторов иммунной системы. И в результате наша иммунная система терпит поражение. Для того, чтобы посмотреть, как происходит этот процесс, я решил привести такое сравнение. Представьте, настоящее сражение. Сражаются армии. Армии нашего иммунитета, в которой находятся клетки иммунной системы и гуморальные факторы. И армия противника. Это разные болезнетворные микробы, бактерии, вирусы. И пока мы живы и здоровы, эта битва заканчивается победой нашего иммунитета. Он всегда оказывается сильнее инфекции, сильнее бактерий и вирусов. И это происходит за счет того, что постоянно с тыла на передовую, туда, где происходит сражение, поступает пища, патроны, снаряды, снаряжение, техника. И именно поскольку идет постоянно поставка необходимых для сражений компонентов, наша иммунная система неизменно держит победу. Но когда происходит переохлаждение, это можно сравнить с тем, как будто тылы обрезаны и сражающиеся остаются без подмоги. К сражающим перестают поступать снаряды, перестают поступать новые войны, перестают поступать техника и пища. И естественно наступает такой момент, когда истощаются силы у сражающихся. А новых поступлений подмоги нет. И тогда микробы одерживают победу. Тогда развивается болезнь. Вот почему мы заболеваем, когда наступает переохлаждение. Надеюсь, мое сравнение с сражением было корректным. И я смог объяснить вам, каким образом переохлаждение влияет на угнетение иммунитета. Спасибо за внимание. С вами был Антон Зеркач. Если это видео было интересным или полезным для вас, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы выходили новые интересные видео. И до встречи. Пока.